Фонтан без воды совсем не журчит, на улице грязь и полиции нет. Заплати же налоги, слышат в ответ. Сможет в парках тогда народ отдыхать, а фонтаны собою вид украшать. В отличие от неверующего в силу налогов Фомы из социальной сказки, жители Преамурья стали на порядок ответственнее. Вовремя подают декларации и оплачивают квитанции. Улучшения статистики смогли добиться в том числе из-за активного онлайн информирования и подключения амурчан к личным кабинетам налогоплательщика. Из 380 тысяч сформированных уведомлений 175 тысяч направлены и, скорее всего, оплатятся дистанционно. Если мы говорим об итогах кампании прошлого года, то можно констатировать факт, что наши налогоплательщики стали еще более дисциплинированными, поскольку если 5 лет тому назад уровень добровольного уплата имущественных налогов составлял 67%, то по итогам кампании прошлого года 84% налогов у нас было внесено в установленный срок. По словам специалистов, показатели могли бы быть и выше, но мешает юридическая неосведомленность некоторых амурчан, которые игнорируют оплату налогов после продажи недвижимости или авто, не убедившись, что документально собственность переоформлена на покупателя. Плюс забывают нюанс, что налог начисляется за предыдущий период – 2022 год. Значит, если сделку совершили в январе 2023, то в квитанции будет указан предыдущий хозяин имущества. Хотел бы обратить внимание на то, что на сайте ФНС России размещена промо-страница, на которой описываются все случаи жизни, которые у наших физических лиц, жителей Амурской области могут возникнуть вопросы, почему, а как и зачем. Так как на промо-странице это есть, я ориентирую на сегодняшний день физических лиц, перед тем, как писать обращение в налоговую службу по кому-либо поводу, в обязательном порядке зайти на эту промо-страницу и увидеть ответ на свой поставленный вопрос. Что касается последних нововведений, которым уделили особое внимание, налог на дорогостоящие авто – коэффициент оплаты за личный транспорт ценой от 10 миллионов рублей повысился от значения 1,1 до 3. Это значит, что сумму налога умножат на 3. При этом перечень роскошных машин сократился. Также с 1 января 2022 года прошли переоценку объекты капитального строительства. Получить свежую информацию о кадастровой стоимости своей собственности нужно в МФЦ или на сайте Росреестра. Главное – вовремя оплатить налог на нее с учетом корректировок. Всего же благодаря имущественным начислениям до 1 декабря 2023 года в бюджет области должно поступить около 1 миллиарда 700 тысяч рублей.